В дежурной части транспортной полиции сегодня многолюдно, но это не задержанные, а лишь студенты, которые пришли на экскурсию. Здесь им подробно рассказывают и даже показывают, как работают полицейские. Вот, например, система Папилон. Приложив палец к устройству, страж порядка меньше чем за минуту может узнать, находится ли человек в розыске. Следующая на очереди оружейная комната. Здесь студентам показали не только всем известный пистолет Макарова и автомат Калашникова, но и систему негласного наблюдения, а также средства защиты. В данный момент ознакомили молодых людей с деятельностью дежурной части, то есть показали им, как устроена она, какие помещения, какие обязанности, как происходит работа. Ознакомились с некоторыми образцами вооружения, средств защиты. Экскурсия продолжилась на железнодорожном вокзале. Здесь ребятам показали, как работает интроскоп, а полицейские рассказали о специфике своей работы. Некоторые студентов пришли сюда целенаправленно. Несмотря на то, что учатся они на первых курсах, со своей будущей специальностью уже определились. Транспортная полиция мне как-то интересная, поэтому захотел послушать. Не первый раз уже, конечно. Ну, как-то интересно всё. Один раз мало чего поймёшь, а когда много ходишь, больше усваиваешь, больше понимаешь. В сопровождении наряда ППС экскурсанты уехали в международный аэропорт. В итоге за день студенты познакомились, а временами и поучаствовали в работе всех видов транспортной инфраструктуры, за которую и отвечает линейное управление МВД. Александр Шедловский, Александр Бугаков. Панорама.